Очень известная... А почему вы ее выбрали? Я вам скажу. Это тоже очень интересная история. Я всегда попою хвалу интернету, потому что, несмотря на все, как бы сказать, неприятности, которые он нам приносит, он очень много нам дал, все-таки, согласитесь, столько информации, столько интересного, столько можно услышать сейчас из прошлого и из настоящего будущего. И вдруг интернет, даже в Фейсбуке, по-моему, однажды я встречаю запись, где сидят за столом три грузинские женщины и поют песню за столом. Для меня это произвело невероятное впечатление. То есть это, во-первых, было по-грузински хорошо, то есть это была грузинская настоящая песня на три голоса, а еще это была музыканская какая-то невероятная ансамбль. Они настолько друг друга чувствовали, что я передать не могу. Я просто была в каком-то вот, в таком культурном шоке от этой записи. И я эту песню в нее влюбилась. Сейчас, правда, ее давно не пела, и попробую спеть. Влюбилась просто по уши, как говорится, в эту песню. Начали вообще искать, кто это, кто эти женщины. Искали очень долго. Это, в общем, такая была сложная история, потому что у них аккаунт на грузинском, в общем, как бы, ну, все это сложно было. А даже нет, это кто-то перепостил, поэтому для них бы не было выхода. И вдруг мне пишут, пишут личное сообщение, одна из этих женщин, я так, ах. Это было какое-то, ну, просто такое счастье. В общем, мы теперь общаемся периодически со всеми тремя, с ними, ну, в сети вот так. Они, приезжай, приезжай, ну, когда это было раньше, да, приезжай, приезжай, ты только приедь, вот, ну, в общем, так и не сложилось, пока приехать мне в Грузию не было, к сожалению. И выяснилось, что они вообще не поют на сцене никогда нигде, то есть это вообще не профессиональная певица, это просто женщины, грузинские женщины, нормальные грузинские женщины, которые поют за столом. Ну, вот, а пели они песню, очень интересно, пели они песню, ее написал брат Нани Бригвадзе. Да, и Сакварелидзе, Ивико Сакварелидзе его зовут, и когда Нань Георгиевна, мы с ней, ну, общаемся, когда она приезжает, она была члена жюри Романсиады, когда я когда-то встала рядом у этого конкурса, Антина Пановарева, Нани Серебряков, Нани Бригвадзе, это все люди, это легенды, звезды, с которыми повезло общаться. И когда она приехала к нам сюда, с ее дочерью, она тоже певица, они вместе были на сцене, я подхожу и говорю, вот Ивико Сакварелидзе, она так удивилась, она говорит, откуда ты знаешь? Это же, мне сказали сначала, что это ее дядя Бригвадзе, она говорит, нет, это брат, брат, это прямо наш родной человек, ну, что-то было просто такое, вот совпало все. И, конечно, Алексей перевел эту песню на русский язык, вот сейчас попробую спеть, если вдруг что-то забуду, то «Мечта моя не жена». Мечта моя не жена, мерцая, как звезда в англии, она в душе всегда жива, пока жива душа во мне. Я вижу в синих небесах ее огонь, и сною в синих сладких снах, тону, тону. Мечта моя совсем проста, как вкус воды и хлеба, так неизменна и чиста, как ты, как это небо. И я приму свой жребень и прямую любовь, чтоб на земле и в небе быть рядом с тобой. И я приму свой жребень и прямую любовь, чтоб на земле и в небе быть рядом с тобой. Чтоб на земле и в небе быть рядом с тобой.